И всем привет, уважаемые зрители, с вами Энггорь, добро пожаловать на очередное видео, а также на очередную реакцию. И сегодня, конечно же, вновь трансформеры, но на этот раз совершенно новенький канал. Вот подписчики мне посоветовали, я проверил, ну да, можно посмотреть, почему бы и нет. Канал называется Subworn, я думаю, некоторые слышали, возможно, даже многие слышали. И посмотрим такое видео, как трансформеры IDW экскурс. Обзор, то есть здесь, получается, мы поймем вообще, что происходит в этих комиксах, что с чем связано, какие события идут за какими и так далее. То есть все эти моменты, и те, кто как бы частично что-то слышал, читал, видел, я думаю, по этому видео все стало ясно и понятно. Наверное, здесь будет много всего интересного, веселого, забавного, я надеюсь, смогу где-то пошутить. Поэтому давайте не медлить и переходить к рабочему столу. Начинаем, и приятного просмотра. Всем нам казалось после очередного хорошего сериала или фильма, что он является пиком совершенства в своем роде. И лучшей истории уже быть не может. Но, как говорится, на каждую крупную рыбу найдется рыба покрупнее. Воу, вот сейчас я просто обалдел от громкости вообще видео, обычно как-то я вот делал как всегда и нормально, здесь прям пью, это самое. Тут у нас что, присутствуют колонки саундвейва что ли или как? Ну ладно, давайте смотреть. Думаю, тема сегодняшнего видео представляет из себя самую крупную рыбу и всех существующих на данный момент по франшизе Трансформеров. Хорошо, приветствую смотрящих. Сегодня мы поговорим о комиксах о Трансформерах от издательства IDW. Думаю, это видео прояснит для некоторых людей кое-какие моменты, а другие может подчеркнуть для себя что-то новое и интересное. Я думаю, много чего интересного узнаю. Воу, пипец, как тут звук скачет или это у меня колонки, или не колонки, наушники такие какие-то. Если честно, покупал эти наушники, грёбаные наушники, 50 евро, пару лет назад, или даже больше, чем пару лет назад, да? Вроде бы фирма SteelSeries, фиолетовые такие, да? Ой, какой цвет прикольный, классный. А в итоге, получается, вся вот эта фигню лина рвётся, на волосах остаётся. Вот эта фигня, где уши тоже что-то это самое, тоже вся эта фигня остаётся. Фу, нафиг, как бы, 50 евро. Для меня 50 евро наушники, ну, не совсем дешёвые, но относительно ещё терпимо были дороже. Там, 180 евро, 100 и так далее. За 100 евро наушники, может, они классные. Ну, в общем, получается, значит, надо было дороже, что ли, покупать, где не вот эта вот какая-то мягкая фигня, а где, ну, не то, что там какой-то такой другой материал, который не рвётся, но что-то примерно, да, такое нужно было покупать. Начнём издалека. История этого мира делится на две фазы, имеющие свою атмосферу, зачин и, само собой, авторство разных людей. Первая фаза является самыми первыми комиксами вселенной и имеют характер типичного конфликта автоботов и десептиконов, что со временем раскрывается с разных сторон. Вторая фаза – это условно мирное время после миновавших боевых действий. Обе фракции пытаются ужиться вместе и восстановить свою цивилизацию. Также постепенно история разрастается до путешествий по другим мирам, ещё большим раскрытием персонажей и обилием информации из ремесла кибертронцев и их истории с культурой. События истории мира начинаются с мини-серии Infiltation. Ага, то есть здесь получается не просто идут комиксы и лишь бы что, или там, ну вот такое вот начало и поехали. А тут ещё как бы есть от и до, и потом ещё от и до, но это всё разное и так далее. Угу. Я-то просто что-то видел, читал, видел там различные там, ну названия как бы, глав и так далее. И я думал, ну просто оказывается здесь всё очень строго, ну давайте смотреть, разбираться. И проходит не особо бурно, продолжаясь в серии Штормбриджер и Эскалации, подкрепляясь Спотлайтами. Спотлайт это серия комиксов, носящая характер раскрытия персонажей по системе «Одна история на выпуск». Но при этом многие выпуски связывает общая сюжетная линия, что приводит к развязке и внедрению новой Прайма, как ещё одного антагониста для автоботов и показа мёртвой вселенной. Что будет ещё часто упоминаться. К слову, эта серия не привязана к одним конкретным временным рамкам. Также после этих историй была выпущена мини-серия Megatron Origins, что раскрыло часть мотивов Мегатрона и всей фракции десептиконов. И там мы, если не ошибаюсь, помним, как он ещё не совсем был десептиконом, а как-то ещё что ли как бы а-ля автоботом, что-то плюс-минус. Сюда это входит, не входит, просто я помню такие моменты, что он там с потерянным светом был и так далее, экипаж Lost Light. Это здесь, не здесь, вот не знаю, подправьте, но давайте, ладно, копаться дальше. Заставив читателей взглянуть по-новому на конфликт двух фракций, вставив как зачинщиков конфликта Сенат Кибертрона и Сентинела Прайма. После этого вышел сиквел эскалации Devastation, где перед спотлайтами сюжет подводил нас к мёртвой вселенной и событиям, произойдущих в самих спотлайтах. Также тут развивается сюжетная линия Земли, показывая конфликт автоботов с сикшотом, приводящий к событиям в следующую серию. Следом идёт серия Maximum Dinobots, что нагнала интриги, внедрив в сюжет диноботов, Скорпонока и людскую организацию, именуемую Skywatch, что разработала технологию хедмастеров, точнее ту версию, что подразумевает из себя слияние Кибертронца и человека. Также тут появляется Шоквейв и Монстработы, и в конечном итоге история перерастает в серию All Hail Megatron. Серия повествует о полномасштабном нападении десептиконов на Нью-Йорк с дальнейшим укреплением их власти. Тут присутствует много ключевых моментов, как, к примеру, появление Девастатора, падение автоботов с дальнейшим их возвращением и победой над захватчиками, что приводит историю к серии Онгоинга из 31 выпуска. Сюжет таков, мир прифигел от атаки Мегатрона и теперь охотится на всех трансформеров, оставшихся на земле, используя новейшие технологии для их сдерживания. Optimus Prime добровольно покидает автоботов и сдаётся людям, но они будут вынуждены объединиться против нового десептиконского гештальта Миносора. Дальнейшие события рассказывают о продолжении конфликта против Мегатрона. В будущем издательство выпускает сольные мини-серии про перс... Так получается, если ты будешь читать абы как, или давай-ка это потом, это вот сейчас... О, мне вот это чем-то приглянулось, прочтё в первую очередь, а это в третью, да? То значит будет вообще каша, то есть если уже выходила строго первая, вторая, третья, пятая, да, и так далее, то значит так нужно читать, так? Если так, то как бы... Какие-то у меня комиксы есть, IDW, которые были с трансформерами, я думаю, вы знаете об этом. Там что-то, чего я уже не помню, но, видимо, вот так, раз я прочитал, он не на английском, поэтому, значит, не помню, ну и значит они как просто какой-то кусочек, что как бы ты его что имеешь, что не имеешь. Видимо, нужно больше, чтобы запомнилось и было ясно, да? Ну ладно, что-то мы, наверное, можем вспомнить по моим видео «Вся правда о трансформерах», да, рубрика. Что-то я помню, когда я там монтировал дел, то есть что-то всё равно знакомое встречаю, но всё равно многого ещё я, видимо, не встречал и новое здесь я ещё увижу. Ну, в общем... Айрон Хэйда и Бамбу, что стали неким глотком воздуха, позволив сконцентрироваться на историях отдельных персонажей. В том же 2010 году издательство набирает в ряды создателей новые лица, в которые входит один замечательный автор, Джеймс Робертс, который на пару с художником Ником Рошре выхватил на свет одну из потряснейших работ в серии. Я чуть-чуть комментарии подглянул, автору, видимо, рэкеры настолько нравятся, что... Ё-моё, что он про рэкеров готов болтать не то что часами, днями, годами. В общем, слушаем внимательно, записываем, конспектируем, потому что если он задаст вопрос, то ой-ой-ой, мне записать просто негде, но я, если что, буду запоминать, а так, если что, мне задают вопрос, я пересмотрю свое видео, вот эту реакцию, и все, у меня шпаргалка как бы есть. А у вас... ...садательство стало умопомрачительной и открыло ему дорогу к более большим проектам в будущем. Сама же эта мини-серия рассказывает об команде автоботов, что называют себя крушителями, и имеют громкую славу за счет того, что они уничтожали десептиконов в горячих точках, чего не могли обычные войска. История ознакомит нас с новичками в команде рейтеров, мечтающих о славе военных побед, которые сталкиваются с жестокой реальностью, когда их забрасывают с основной командой в захваченную десептиконами тюрьму. Гарофс 9. Также одну из главных ролей занимает человеческая девушка по имени Вериди Карла. Лучшая вайфу. Ну, когда я монтировал, я тоже так смотрю, как бы, среди трансформеров, что оно там делать еще и в таком виде, как бы, но ты, ё-моё, блин, трансформером мне к нам повезло, однако вот, вот так вот бывает. Типичные будни рейкеров, но главным антагонистом серии становится десептикон 6-фазник, ОВЕРЛОРД. Кстати, внедрив Оверлорда в сюжет, Роберт примет в серию моду добавлять в историю персонажей из прошлых проектов ПТФ и переписывать их под современные реалии. Так, появившийся в сериале Супер Год Мастер Форс ОВЕРЛОРД, что был там по факту своеобразным комбайнером из двух транссекторов с людьми Год Мастерами, по имени Гига и Мега, стал Вэдди Дабл Ю 6-фазникам и членам элитных войск Мегатрона, что сметали все на своем пути. Но Оверлорду надоело отношение Мегатрона к его персоне, и он обосновался на Гарусе 9, где он хотел создать свой порядок, тем самым приманив Мегатрона, но получил только рейкеров. Я часами могу говорить о рейкерах, но чтобы не застревать на месте, скажу, что рейкеры стали той самой отправной точкой к настоящей уникальности вселенной. Следом в том же году выходит мини-серия про нового персонажа во франшизе, Десептикона Дедлока и его путь к становлению благородным самураем-дрифтом. В серии фигурирует новое кибертронское общество, именуемое Рыцарей Кругосвета. Если я не ошибаюсь, это Дай Атлас, да? Это я для чего сейчас сказал? Что я действительно что-то читал, что-то видел, когда монтировал видео «Вся правда о трансформерах», а не просто где-то готовенько получил, заплатил, и это самое. Я сам временами читаю, перевожу, и так далее. Это, надеюсь, он. Если да, замечательно, десятка, и поехали. Их лидер Дай Атлас, что перекочевал из аниме «Трансформеры Зона». Уже в 2011 году выходит достаточно странная штука «Трансформеры заражения». Это кроссовер между разными франшизами IDW, где миры подвергаются атаке зомби. Эти события подводят нас к следующей мини-серии «Сердце тьмы». Это что-то в вывернутом понятии террорконы или хоррорконы, как в «Трансформерах Прайм» это что-то плюс-минус вот это. Вообще, наизнанку я переверну всю вот эту мысль, ну вот, может, это вот так как-то надо связать, я не знаю, ну в общем. И теперь немного подробностей. Ибо сюжет разворачивается вокруг Гальватрона, который в этом мире не является реинкарнацией Мегатрона. Гальватрон — это отдельный персонаж, что был в сговоре с новой Праймом, но отступил от его пути из-за собственной жадности и амбиций. События «Темного сердца» затрагивают события некоторых спотлайтов, связанных с новой Праймом и мертвой вселенной. Также в этой серии нам представляют то самое олицетворение хаоса, что свело нову Прайму с ума. Его называют Дивоидом. Честно говоря, это странное чтиво с отвратным рисунком, но с некоторыми интересными заделами на будущее. Следующим по списку идет ваншот под названием «Смерть Оптимуса Прайма». Он является тем самым разделением между фазами в истории и завершает также события истории Онгоинга. Но мы его затронем чуть попозже, так как после него выходили три серии комиксов, что является сиквелом мини-серии Мегатрон Ориджин. А именно, Автократия, ее сиквел Чудовище и их триквел Гегемония. Сами произведения отличаются на фоне других работ, своей щепетильностью над проработкой характера в персонажей в прошлом. Так мы тут сможем наблюдать крайне горячего офицера полиции Ориона Папса и его превращение в более сдержанного и еще неопытного Оптимуса Прайма. А также сможем ощутить всю ту мерзопакостность правления под предводительством Зетты Прайма. Результатом такой качественной работы стала сама заинтересованность авторов Криса Мэтсена и Флинта Дилла, что сами являются ярыми фанатами франшизы с ранних лет. Любовь к миру трансформеров и жизненный опыт так я чуть-чуть попридираюсь хотя у меня тоже сейчас на видео ничего такого не имеется да, если не ошибаюсь нету. Справа мы видим действительно фаната у него 10 секунд знак на фоне имеется как, не знаю плакат или что-то такое Джон Соммерс А слева мы видим логотип игры Overwatch фанат трансформеров О, ладно это жесткая придирка соглашусь а давайте чуть-чуть в это самое попридираемся если ты уже это самое говоришь что тебе трансформеры очень нравится то ты должен что-то иметь на себе или на заднем фоне а здесь этого нету так, видимо ты что врешь? ну ладно сказал тот у которого так же ничего нету даже логотипа игры Overwatch ешкин хотя стопе вот там есть подделки с бумаги по Overwatch так что 1-0 да что сказал не знаю посмотрели и поехали дали вселенной IDW самую яркую историю становления Ориона Парса Оптимусом а также начало войны фракции некоторым людям Крис может быть известен как человек работающий с компанией Blizzard над Warcraft и другими играми прямой сиквел автократии чудовище показал нам оригин диноботов и запомнился мне тем на что готовы пойти разные люди ради выживания это собственно и одна из главных смысловых тем чудовища также тут показан оригин Дайатласа и показ его пацифистической натуры что часто выступало как голос разума в крайне сложных конфликтах Оптимуса а иногда как в той же серии о дрифте нам показывали что его пацифизм не всегда к месту и что ему порой надо себя пересиливать вспоминая оригинального Дайатласа из ТФ-зоны тут отличие персонажа прослеживается только в том что комиксовая версия сильно предана своим идеалам и имеет более упертый и строгий характер гегемония и как бы оказывается здесь намного все интереснее жестче перемешание скажем так да что как бы интерес у меня некоторый сейчас проявился только где бы взять эти комиксы найти бы время прочитать еще конечно же на русском потому что на английском я могу и свои прочитать которые три у меня имеется и опять же я буду переводить часами а когда на русском ты уже ого закончилась полномасштабной бойни двух сторон гегемония показывает на примерах оптимуса и мегатрона то что становится с теми кто не желает бороться против своих пороков и напротив тех кто превозмогал свои желания в угоду мира так с первой фазы мы почти покончили а значит время комикса ваншота смерть оптимуса прайма который идет по хронологии сразу после событий ангоинга название ваншота несет не сколько фактический смысл сколько абстрактный война автоботов и десептиконов окончена мегатрон пропал на кибертрон возвращаются помимо основных фракций и нейтралы не участвующие в войне что умудряется наглеть и диктовать свои правила оптимус наводит порядок в суматохе и отправляется в самовольное изгнание взяв свое старое имя орион пакс и оставив кибертрон на совесть бамблби ход рода и других личностей со второй фазой нам будет легче ознакомиться так как события не будут больше иметь больших приквелов открывает это новую эпоху две серии идущие между собой параллельно во времени это трансформеры роботы в маскировке и трансформеры больше чем на первый взгляд здешние роботы в маскировке то есть рид рассказывают события восстановления кибертрона и избрания нового вождя планет старский здесь нам покажут очень шаткий мир под накалом страстей его жителей которые с трудом примеряются между собой как я вот эту фразу вспоминаю из того самого мультика 86 года коронейшин старскрим как бы точнее там не мегатрон была гальватрон не ошибаюсь то есть коронация старскрим ничего не знаю сейчас спрям не будут короны это самое мегатрон вернулся и в игре вроде бы не ошибаюсь фаллов собесчон тоже то к тому же был мегатрон коронейшин старскрим ну в общем сейчас бы еще вот этот голос бы настроить здесь пофельте тема и в общем в середине серии во вселенной происходит глобальный ивент который затрагивает и вторую серию больше чем на первый взгляд то есть мтмт мтмт представляет из себя историю как родимус после ухода оптимуса формирует команду в путешествия для поисков рыцарей кибертрона в далеком космосе считаю что они смогут восстановить кибертрон и его культуру а вот это что-то мне уже знакомое потому что с рыцарями мы не раз работали видео имеется то рыцари кибертрона то первый кибертрон и так далее то есть вот здесь что-то наверное сейчас могу сказать хотя до этого что-то я слышал что-то видел какие-то моменты вспоминаю но многое видимо упустил так это частично или вообще даже и не видел ну ладно писание серии был взят ранее известный нам Джеймс Робертс если серия Рида делала акцент на политику и интриги то МТМТ углублялся в характеры персонажей и их взаимодействия с этим миром и другими персонажами МТМТ это самый настоящий шедевр что показывает ранее невиданные до сели вещи и изменяет старые углубляя их образы так мы наблюдая за путешествием экипажа узнаем о жизни медика Ретчета и пронаблюдаем достаточно нового из кибертронской медицины Фортрес Максимус покажет нам что несмотря на внешний вид кибертронцы плохо справляются с психологическими травмами с Циклоносом Тейлгейтом и Вирлом мы будем познавать религию и отношение к ней также понаблюдаем как разного рода личности находят общий язык Ревинт и Хром покажут на своем примере что кибертронцы умеют привязываться к друг другу основным персонажем по имени Ранг мы будем углубляться в нелегкие жизненные вопросы и временами философствовать так как за написание серии был назначен Джеймс Робертс то мы увидим много камео-крушителей и внедрение старых знакомых в сюжет так мы вновь будем поражены действиями оверлорда что станет одним из антагонистов серии кстати об этом наш экипаж будет сталкиваться с разными проблемами как к примеру Старсейбер персонаж из Тэф Виктори известный нам добродушный лидер станет религиозным фанатиком что не против провести святую инквизицию и конечно же DJD десептикон с джастис дивижн группа фанатиков десептиконизма что убивает всех кто отрекся от их философии руководит ими фанат номер один мегатрона Тарн кстати события разворачиваются не только с экипажем Родимуса но и с группой обаятельных десептиконов раздолбаев что будут скрываться от DJD и помогут диноботу гримлок заново обучиться основным правилам жизни после кое-каких событий и зовут их скевенджеры ближе к половине сейчас чуть-чуть было страшновато и звуки вот эти как будто мухи или кто-то это сам еще и молния посижу слушаю внимательно в этот раз у меня получается как видео действительно сделано шедеврально информативно круто что я как бы считайте просто смотрю просто пытаюсь хотя бы что-то осознать вы действительно хорошее видео посоветовали посмотреть я просто пытаюсь впитать эту информацию в себя конечно же но временами что-то и по теме сказать и пошутить и чтобы ну просто была хорошая реакция как у меня получается не знаю половину видео посмотрели давайте дальше смотреть смотреть как я как я говорил начнется ивент темный кибертрон что изменит обстановку раскроет шок вы его и завершит историю с командой новый прайм а также покажет переход мегатрона к автоботам суд над ним и отправление в новый путь вместе с экипажем родимса на роль второго капитана тем самым открыв вторую часть серии мтмт со старой командой в которой появились новые лица как лучшая фембот за всю историю серии наутика а также детектив найтбит и много кто другой вторая часть серии набирает все больше обороты концентрируясь на личности мегатрона заставляет смотреть по-новому на его историю а также проникнуться его прошлом и вместе с ним найти новые правильные пути тем самым зарабатывая доверие у команды но и без врагов не обойдется мы увидим как отреагирует Тарн на действия своего кумира ужаснемся вновь приходу оверлорда и повстречаем разных маньяков вроде Сандера у серии есть также спин-офф дрифт империя камня что рассказывает о приключениях нашего самурая и его спутника медика ретчета и об их конфликте с гигатроном что перекочевал из аниме TFK Robots сюжетные линии Кибертрона начинаются после темного Кибертрона такие серии как Винблейд выводящая в сюжет на первый план одноименного персонажа и как я слышал Винблейд многим ну не многим может и так ну просто я слышал такую информацию в интернете что не знаю может быть это среди русскоязычных кто его знает что как-то Винблейд не очень многим понравилось что ее просто начали вот так продвигать что она непобедимая всемогущая сильная стала вдруг внезапно значимой что ешкин кот кто он такая и сразу вот так вот она еще и вроде бы с Титаном способна конечно же как бы общаться да с Метроплексом да если не ошибаюсь потому что там был потом моментик и в какой-то игре или в мультике от Мощини Моис не ошибаюсь да вот трилогия Праймов там вроде бы Метроплекс был и против конечно же Триптикона да и там была Винблейд то есть вот это вот все так не так не знаю напишите в комментариях но давайте смотреть дальше постепенно раскрывая мир Кибертрона от лица женского персонажа во вселенной было прикольно пока не пришел Комбайнер Варс еще одно глобальное событие но уже направленное на продажу мерчат Хасбры да Хасбр к тому моменту заметила нарастающую популярность комиксов по их франшизе и начала внедрять рекламу Комбайнер Варс от IDW не идеален глуп порой уродлив но он стал зачинщиком интересных событий в том же продолжении серии Винблейд где нас ближе знакомит со вселенной трансформеров выходя за рамки одного Кибертрона и показывая другие планеты при этом внедряя довольно классные политические скандалы и интриги которые перерастают в следующую серию пока все не станут едины которая закончилась ивентом возвращения Титанов что на удивление намного лучше предыдущей войны комбайнеров также после темного Кибертрона стартует трилогия состоящая из трех ваншотов выходившая с 2015 по 2017 от Джона Барбара а именно Панишмент Редепшн и Салвейшн история фокусируется на разгадке таинственных убийств на Кибертроне а позже выводит на первый план Диноботов и компанию полицейского Баррикейда с их историей показывая их мотивацию и мышление серия показывает послевоенный мир Кибертрона с другой стороны как и отношения определенных лиц к нему вдобавок вспоминаются и продолжаются некоторые темы из трилогии довоенного Кибертрона а также показывается подробнее цикл рождения Кибертронцев могу сказать что эта трилогия достаточно средняя чтива но со своими приятными особенностями на фоне того до чего скатится вселенная под конец помимо двух основных линий вселенной нам неожиданно показали продолжение старой истории о Крушителях блин здесь такая обложечка чуть-чуть напоминает Star Wars не знаю так не так но как я вижу вот эти вот комиксы которые сейчас я вот лицезрею я кажись вообще их уже не видел не натыкался на них и особо уже оттуда информации не брал либо мне просто кажется но что-то я тут уже многого не видел ну ладно но уже но уже но уже только от ни караше который занимался написанием и артом серии так как роберт сработал над мтмт в то время грехи крушителей разворачиваются спустя пять лет после событий последнего боя завязка спрингер импактор газа кап верите так к ним присоединяются и новые лица вроде арси и хэдкапа серия таки прет интригами загадками конфликтами раскрытием страшных тайн персонажей зрелищными боями смысловой нагрузкой и потрясающей концовкой заставляющей ждать сиквел ух ладно возвращаемся к событиям на кибертроне то есть получается нам так и не не рассказали кто что он такой был за герой охвали вы узнаете в следующей части погнали ну ладно а именно к одноименной серии оптимус прайм что рассказывает само собой об оптимусе в настоящем и прошлом правде говоря эта серия стала началом конца помимо событий во вселенной тф началась такая штука как революция новый вент по IDW вселенной хазбро что делает кроссовер между разными франшизами а именно космический рыцарь ром визионеры джи айджо микро рыцарь ёшкин коз и мас и говоря откровенно революция является подтверждением почему я не люблю кроссовер в большинстве случаев мы знаем что как бы есть мультики всякие комиксы где например в комиксах и трансформеры и марвел там еще и джи и джо и так далее решили еще и в такие комиксы видимо вот этого всего запиндюрить но получилось кому-то понравилось кому-то нет но давайте узнавать трансформеров просто совмещают с забытыми франшизами из 80-х 90-х и принижают их значимость в пользу малоизвестной штукенции из всего этого бардака я могу выделить визионеров как самый ненавистный мною кроссовер содержащий одни бредни которые влияют на вселенную ТЭП в худшую сторону но однако есть и один хороший пример что наоборот хорошо вписался в сеттинг кибертронцев это космический рыцарь Ром этот кроссовер развивает обе франшизы и под конец объединяет их общими идеями что ложатся логически в лор обеих миров во время этого бардака с кроссоверами была выпущена заключительная часть трилогии крушителей в формате большого выпуска от того же Никароше история затрагивает ключевых персонажей Спрингера Верити и Импактора которые будут вынуждены вновь столкнуться с сроком жизни и дать отпор своим врагам в последний раз химия между персонажами на высоком уровне как и подобает хорошему финалу нас тут ждет развязка событий происходивших в прошлых частях трилогии каждый персонаж получит свою долю внимания для завершения своих вопросов и конфликтов а финал пробьет даже самого скупого на эмоции от трагичного но в то же время эмоционального с долей теплоты завершения истории что говорит об одной из смысловых тем трилогии как бы гнусна и сложна не была порой жизнь она продолжается несмотря на наши падения и утраты так и мы должны находить в себе силы двигаться дальше помимо унылого оптимуса прайма и других бед во вселенной случилось и хорошее джеймс роберт вернулся к своей истории о команде родимуса и мегатрона в прямом сиквеле мтмт лост лайф все то же самое по атмосфере развитие старых отношений и конфликтов новые загадки касательно зарождения кибертрона продолжение путешествий скаменджеров и т.д. но увы у Сири есть провисание и она не так идеальна как ее предшественникам тмт буквально после первой арки посвященной мегатрону Сири ближе к середине начинает быть филерной и кормит читателя странными вещами которые заканчиваются либо ничем либо бредово также есть достаточно крупные сюжетные твисты меняющие кое-какие аспекты истории вселенной но они исполнены увы не так хорошо как хотелось основа есть но про мелочи как будто вспомнили в последний момент и позже дописывали их в попыхах только под конец история вернулась в нужное русло Lost Light не идеален в нем есть косяки но он все равно является интересным чтивом и хорошим сиквелом МТМАТС с логичным и замечательным финалом что же время пришло мы подошли к финальной серии и увы она не так хороша как хотелось то есть получается что IDW комиксы все таки завершились вот сейчас я надеюсь получу ответ на этот вопрос сейчас я немножко молчал потому что как бы особо сказать нечего что-то я слышал что-то я видел чего-то я не видел не слышал вообще никак ничего поэтому как-то так но такая реакция как бы я думаю где-то получается где-то просто чуть-чуть вот так вот я думаю ничего страшного давайте смотреть досмотреть дальше осталось то чуть-чуть события всего мира завершаются мини-серия Unicron серия состоит из одного водного и шести обычных выпусков ну правильно как же закончить всю серию Unicron позвать потому что вроде бы до этой секунды Unicron и не было правильно ну ладно сюжет возникает из-за неизвестной всем монстр планеты что по каким-то непонятным причинам пожирает планеты населенные кибертронцами или имеющие хотя бы отношение к ним в серии очень много притянутых и глупых событий так еще присутствует внушительное число глупых смертей и персонажей убитых только для того чтобы нагнать интриги и эмоции когда по факту ты сидишь и офигеваешь читая это мотивация нашего Unicron стала известна только в последнем выпуске уже на последних страницах как и развязка приводящая к глупому сливу финала так а теперь я хочу поговорить об этом конкретно со спойлерами так что если вы пришли сюда просто послушать мою рецензию то перемотайте видео на указанный таймкод на экране а мы с остальными продолжим офигевать над происходящим я и так уже все офигел поэтому чтобы полностью офигеть давайте я посмотрю я офигею по самой погнали так вот Unicron в этом мире это органическое существо внутри гигантского тела созданном для мести всем кибертронцам за то что они во время войны истребили его расу вместе с его семьей оптимус выясняя отношения с Unicron заставляет его прислушаться к банальным фразам местью ничего не решишь и обнимает своего оппонента тем самым Unic в скорби прощает всех и они взрываются вместе с гигантским телом Unicron все это произошло за вторую половину финального выпуска и просто кажется какой-то нелепой шуткой также я не могу игнорировать многочисленные смерти персонажей погибших только для того чтобы погибнуть по итогу Кибертрон был уничтожен но земля была спасена и по всей видимости именно Винблейд возглавит остатки Кибертронского народа так как Старскрим погиб открывая путь Оптимусу в тело Unicron а другие лидеры вроде Элиты 1 были уничтожены в бою тут еще есть фрейм с Арси которая целует другую Фемку не ну а че Арси в этом мире была мужиком и я это сказал только под конец видео классно лично для себя Я вроде бы не знал что Арси была сначала он а потом она вроде бы нет или да вот это вот мы открыли Америку Горис а то Кристофор Колумб да он открыл вроде бы Америку хотя вроде бы хотел Индию открыть а здесь вот это самое в общем там еще мелочь ешкин кот вот что здесь Unicron это чудовище скажем так да хотя Unicron просто как трансформер тоже чудовище а он получает на самом деле как чудовище только это вот прикрытие вот это вот это самое вот это вот ешкин кот но еще мы тут не до конца офигели давайте до конца офигеем я считаю что финалом серии были последние выпуски Lost Light так как они вышли после последнего выпуска Unicron хоть по хронологии они и были перед Unicron но они были поданы как подобает финалу большого путешествия с долей грусти и радости от хэппи-энда который мы заслужили что же вот мы и прошлись по вселенной трансформеров интерпретированной IDW да я затронул только зачин там где мы увидели моментик The End и Lost Light мы помним что если читать да то вроде бы где-то в какой-то там галактике такой же корабль материализовался с таким же самым экипажем то есть дублировался скажем так да и началась там какая-то или другая история либо просто путешествие ну и понятное дело распутешествие то наверное другая история то есть как-то так то есть давайте досмотрим но в общем момент и их суть опустив спойлерные моменты и добавив размышлений со стороны но еще не до конца ответил на главную тему видео в чем же величие и превосходство IDW на фоне других проектов по трансформерам но если вы внимательно меня слушали на протяжении видео то можете уже догадываться что основоположниками уникальности стали заинтересованность создателей в мире и их жизненный опыт заставивший углубить образы персонажей до такой степени что из-под их руки вышла впоследствии чуть ли не вся история жизни конкретных персонажей за которыми интересно следить от начала и до конца также уникальностью стала возможность говорить на важные жизненные и философские темы делая без того бурные перипетии в сюжете интереснее а персонажей живее и многограннее и это касается не только персонажей главных ролей но и многих второстепенных героев которые имеют свои истории из-за чего впоследствии их развития и они выходят на первый план как Скитс Циклонус Вирл Проу Хромедом Ранг Фортресс Максимус Крок Гримлок Бластов Онслот Дрифт Айронхай это еще десятки уникальных персонажей о которых если бы я завел сейчас разговор то видео продлилось бы на часов 6 как минимум ибо блин история этого мира писалась на протяжении десятка лет и одним видео охватить все невозможно и все что я вам рассказал сегодня это обобщенный результат всех трудов писателя и издательства конечно для меня по личным причинам Армада и Кибертрон будут наверху пьедестала но если судить объективно то IDW нет равных трансформеры от IDW грандиозный проект но не идеальный как высоко он поднимался так же низко он и падал взять к примеру ту же моду пихать современные тренды ЛГБТ персонажей и все в таком духе чтобы попытаться привлечь конкретные аудитории и продвинуть современные ценности в попытке хайпануть но это началось только ближе к финалу перед кроссоверами когда Хасбро уже ощутила власть комиксов и начала сковывать писателей в их действиях но при этом благодаря конкретным работам конкретных авторов трансформеры достигли высочайшей точки в развитии персонажей и лора на данный момент во франшизе воу я осилил это я посмотрел видео то которое посоветовали мне подписчики порекомендовали спрашивали где же где же все таки я вот посмотрел да в начале может я там где-то шутил что-то говорил комментировал добавлял местами молчал в середине ну что-то ничего под конец относительно под самый конец уже считайте я затих потому что ну уже пошли какие-то наверное выводы и уже то что я наверное не слышал не видел но вот самое главное напишите в комментариях комиксы IDW еще выходят или уже все есть вот такой логичный конец что уже больше они не выходят или все таки что-то еще выходит но просто как-то я что-то где-то слышал и все если есть свежие выпуски замечательно прекрасно только вот о чем же если не составит труда напишите в комментариях я еще заметил что эти комиксы стоили 4 доллара и как бы если там странички милость там 30 страничек и 4 доллара то это очень даже дешево не знаю сколько бы у нас стоили но прикольно вроде дешево что нравится так прорисовка дизайн не только история как рассказать персонажей события битва а просто как еще нарисовали например эту самую битву героев и так далее то есть правда дизайн мне здесь понравился те комиксы которые у меня есть я когда смотрел я не просто читал я еще и смотрел на картинки и любовался и немножко скажем так офигевал потому что нарисовано очень профессионально качественно приятно и просто наслаждаешься вот как-то так надеюсь миссия выполнена надеюсь что-то вы усвоили если что-то вы пропустили упустили забыли надеюсь что-то у меня отложится все-таки и может быть в дальнейших правдах что-то чего-то я вспомню и допишу уже своими словами пора заканчивать потому что вроде бы миссия выполнена спасибо за просмотр не забудьте подписаться на канал нажмите обязательно на лайк для поддержки а также нажмите на колокольчик что мне пропустится на свежем видео конечно же увидимся в новых следующих видео и на различных реакциях также всем спасибо всем пока